Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 27 ноября, по-моему, воскресенье. Мои коты просто сходят с ума. Все бегают, резвятся, наелись и давай вперёд. Так что, если будете какие-то звуки слышать, я никак не могу это изменить. Вот кошачья банда побежала. Ну-ка, где вы тут покажитесь? Это уже, вот она, шпулька. Там где-то вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот такие гонки у нас по утрам, по вечерам. Это уже Моня сюда забирался под покрывало. Вчера был вопрос, понравился ваш плед, сколько пряжи ушло. Друзья, смотрите ролики. По-моему, больше двух килограмм. Два килограмма это точно, два сто, что-то такое. Я не помню уже, друзья. У меня короткая память. Я связала и забыла. В роликах всё есть. Особенно вот в последнем ролике. По-моему, ролик называется «Красавец плед готов как-то так». Так, ну, а я покажу вам, что творится у нас за окошком. Сегодня, слава богу, дорога сухая. Вот. Можно ходить. Я, наверное, сегодня, не знаю, пройдусь в магазин, не пройдусь. Может быть, мне зачем-то и нужно будет сходить. Я сегодня жду Лёшика. Вот опять тыковка здесь начала портиться. Вы мне там писали, Лена, лучше тыквы хранить в доме, в сухом месте. Ну, я знаю, конечно, лучше. Но куда их тут все запихнуть? Хотя, может быть, освобожу здесь вот под этим диваном место. Хотя потом куда ставить эти ящики? На полке, там, где тыквы, я не поставлю. Ну, в общем, я просмотрела. Все тыковки нормальные пока что. Вот, кроме одной. Ну, и пора готовить. Тут обрежу этот хвостик. И сегодня по плану опять вкусный пирог. Поскольку я жду Лёшика. Лёшик сегодня вечером приезжает. И, скорее всего, может быть, сварю ещё и тыквенную кашку. Молочко домашнее есть. Вы там не писали, с пшеном лучше. Друзья, у меня почему-то, когда я варю кашу с пшеном, у меня от неё изжога. Поэтому я готовлю с рисом. Я знаю про пшено, про то, что она вкусна с пшеном. Но готовлю с рисом. Здесь достала курочку. Будет оттаивать. Что-то из курицы приготовлю. Наверное, супчик сварю. Или борщец, может быть. Открою баночку капусты. Да, попробую с этой капустой сварить борщ. Капуста, которая в банках. Вы знаете, что я всю капусту переработала осенью. У меня ни одной свежей капустины нет в доме. Вся капуста в банках. Открываешь, она как будто чуть-чуть. Ну, вот как свежая. Вот попробую из неё, наверное, всё-таки сварить борща. Да, ещё отвечу, вернее, расскажу про томаты. Вот целые томаты в банке, которые я закрывала томаты в... Ну, то есть помидорчики в томатном соке. Вот так вот. Открыли мы с Лёшиком это дело. Томат очень вкусный, если вот попить просто. Я там и подсаливала, и всё как надо. А помидоры мне сами не понравились. Они вот как будто, ну, свежие, что ли. Вот и не свежие, и не солёные. В общем, я их все перекрутила через мясорубку из банки этой помидоры. Вскипятила. И вот сегодня, скорее всего, из этого добавлю в поджарку. Немножко ложку томатной пасты. Будет борщик. Томат весь... Ну, я выпила, скорее всего. Лёшик, наверное, и не попробовал. Вот. А помидоры мне не понравились. Больше закрывать так не буду. Вот видите, друзья, сколько людей, столько и вкусов. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Под этим роликом, ну, где я смотрела этот рецепт, я столько комментариев прочитала положительных людям. Ну, понравилось. Они там давали свои отзывы, говорили, что мы так закрывали. Очень вкусно, очень понравилось. Ну, и я на пробу закрыла, по-моему, 4 банки. Вот так. Вот все я их и переработаю. Сок выпью, а помидоры перекручу, и пойдут, вот это пойдёт как морс в поджарку для борща. Вот. Вот у каждого, как говорится, свой вкус. Сейчас ещё, пока я не начала здесь куховарить с пирогом тыквенным, пирог вот мне очень понравился. Он не надоедает, он очень вкусный и полезный. Тыква, как вы знаете, хороша для печени, что Лёшику вообще нужно. У него были проблемы с печенью, хотя человек не пьющий, как говорят, у кого печень, у те люди пьющие. Нет, друзья, не всегда. Вот. Поэтому тыковку нужно кушать. Так вот, пока я не перешла здесь к готовке, отвечу вам развернуто на один комментарий. Мне очень понравился. И прям как будто жизнь моя... Ну, отвернула плёнку назад, да, открутила. Всё это всплыло в памяти, и я расскажу вам подробно, отвечу на ваш комментарий развернуто, и, может быть, я вас замотивирую. Итак, подошла я к компьютеру, чтобы зачитать вам этот комментарий. Пишет Юлия Лукашина. Здравствуйте, Елена. Спасибо за ваши бесценные советы. Начала делать кирпичики. Кирпичики имеется в виду вот эта плиточка. Сначала купила одну форму, потом две. Налепила пять квадратов, но стена очень кривая. Не знаю, как начать гипсокартон. Не хочу. Боюсь мышей, а штукатурить не умею. Пока. Глядя на вас, понимаю, что нет ничего невозможного. Наверное, не по теме видео. Шапочка отличная, вам очень идёт. Красотка. Ну, я отвечу вам развернуто, Юля. Сейчас вот перейдём на более красивое место. К камину, к потрескиванию дровишек в камине. И я развернуто отвечу на ваш комментарий. Итак, по поводу кирпичиков. Это уже замечательно, что вы решились на это. Что вы взяли дело в свои руки. Купили силиконовые формы. Купили гипс. И уже сделали пять квадратов. Ну, кирпичиков, я так поняла, на пять квадратов. То есть, кирпичики есть, а стены у вас кривые. Вы правильно рассуждаете. Конечно, для вот этой кирпичной плиточки нужны ровные стены. Их, конечно, нужно выравнивать. Я не знаю, вот это ваше высказывание, что вы боитесь мышей. Не знаю, как гипсокартон боюсь мышей. Не поняла, как это связано между собой. Наверное, вы имели в виду, что, когда вы облицуете стены гипсокартоном, то там будет пространство между стеной. Потому что гипсокартон не к стене крепится, а к каркасу. Каркас нужен как раз для выравнивания стены, чтобы она была ровной. И пространство между стеной и будущей, так скажем, фарш-стеной, то есть гипсокартоном, там, конечно же, будет. И вы, наверное, боитесь, что в этом пространстве заведутся мыши. Я думаю, что это такое заблуждение. Если мышь туда и попадет, в своем доме это не исключено. Вот вы видели, у нас и Кузьма поймал мышку. Так он ее ловил у нас. И когда еще мы не все стены облицованы были гипсокартоном, там как бы, ну, залезет туда мышка. Ей все равно, что она там будет делать. Ей же нужно что-то кушать, правильно? Она обязательно придет в дом. Поэтому просто так там мыши, если и будут, то они не будут там жить, понимаете? Есть вот это пространство между стеной. Есть у вас гипсокартон или его нет. Мышь, если зайдет в дом, то она все равно зайдет. Поэтому я думаю, что бояться здесь этого не нужно. Это вот просто такая мысль, которая вот, ну, не соответствует реальности на самом деле. Поэтому бояться гипсокартона, я думаю, что вам не нужно. Вот выровнять стены, тут, конечно, я бы без Лешика не обошлась. Если у вас нет рукастого мужа или мужчины, так скажем, друга какого-то, который бы вам помог это сделать, придется нанимать людей. А это, конечно, затраты. Вот. Но если эта проблема решится, и вы все-таки облицуете стены, то это будет замечательно. Во-первых, это очень красиво. Дом просто преображается. Вы все помните, вот здесь вот нашу комнату, какая здесь была стена-бочка. Все мы выровняли. И, друзья, это смотрится совершенно по-другому. Именно ровные стены, красивые потолки и задают лоск всему вашему жилищу, всему вашему дому, квартире, ну, какому-то помещению. Именно это, друзья, стены, потолок и пол. Все остальное может быть бедным. Ну, так скажем, не очень дорогая мебель, не очень дорогие шторы там. Это все ерунда. Самое главное, это ровные, красивые стены. Так, надо мне подключаться. Сейчас подзаряжусь немножко. Садится телефон. Если проблема с этим решится, идем дальше, поэтапно, так скажем, к цели. Допустим, вы решили проблему с выравниванием стен, гипсокартон, у вас уже есть стены, облицованы гипсокартоном. Теперь вы дальше пишите, что я не умею штукатурить. Вот здесь я вам расскажу свою историю. И вы правильно говорите, что ничего невозможного нет. Первый раз я взяла кельму в руки, или мастерок, как многие там называют, или терку, неважно. Ну, в общем, правильно это кельма все-таки называется. Я жила тогда в Москве, был 2005 год. Я жила только на свои средства. Уже был развод, и дети остались со мной. Мне нужно было как-то их содержать, воспитывать. И никто мне не помогал. Более того, я даже не получала никакие алименты вообще. Вот человек просто отказался напрочь их выплачивать. Я до сих пор их так и не получила. Там висит долг. Я уже готова даже от них отказаться, потому что у него возникли с этим проблемы. Ладно, это я опять отошла от темы. И вот мне захотелось как-то преобразить нашу квартиру, сделать в ней ремонт, естественно, своими руками. Я не понимала, как это сделать, потому что все дорого. И только надежда на свой пытливый ум, свои ручки и очень большое желание сделать красоту для себя и для детей. И тогда модны были жидкие обои. Кто не знает про жидкие обои... Сейчас, наверное, сюда перешла. Наверное, треск в камине. Сейчас я немножко потише сделаю. Вот. Кто не знает про жидкие обои, это такая штукатурка. Штукатурка. В мешочках продаются мелко-мелко нарезанная бумага, естественно, разных цветов. Сыпется клей в эту бумагу, разводится все это водой, и получается такая кашица. Кашица из бумаги с клеем. И это все нужно наносить на стены, и получается очень-очень красиво. Естественно, нанять людей, которые мне это сделают, у меня нет средств. Значит, что? Надежда на себя. Я нашла в интернете, где купить это. Как сейчас помню, это был север Москвы. Нужно. Хачатуряна 14. Вот. Даже адрес вспомнила. Надо же. Вот. Я поехала туда к ним, потому что я даже не... Мне жалко было денег за доставку, и потом я хотела купить немножко, пакетик, ну там, мешочек этих обоев, попробовать сделать в туалете, и если у меня получится, я тогда куплю и на всю квартиру. Я так и сделала. Я привезла эти обои домой, купила эту кельму в интернете, прочитала информацию, как это все делается, и решила попробовать. У меня тоже был страх, что я не умею это делать. У меня ничего не получится. Но желания сделать все-таки своими руками, другого выхода нет. Я решилась. Привезла эти обои, а я тогда работала кассиром в Ашане. Я просто вам скажу, чтобы вы понимали, на какие деньги мы жили. 7 тысяч зарплата, двое детей, и это Москва. Нужно платить за все, дорогой город. Мы еле-еле сводили концы с концами. Никаких алиментов, повторюсь, ничего нет. Вот. И спасибо моей дочери, которая, закончив 10 классов, не пошла учиться, а пошла на работу, чтобы мы хоть как-то могли сводить концы с концами. Она пошла работать в Ростикс, естественно, без образования. Адский труд. Ну, Ростикс, кто помнит, это вот быстрое питание, сейчас это КФС, вот что-то такое типа. Наверное, они это и перекупили, я так думаю. И мы с ней менялись сменами, у меня был график 2-2, нужно было водить Сережу в садик, кому-то забирать, и вот мы таким образом выживали. Кто-то отводит, кто-то забирает, и вот так вот мы жили. Вот такая у меня была жизнь. И тут я затеяла этот ремонт. Я так это, меня бросает из стороны в сторону, просто картинка возникает. Когда я вспоминаю этот ремонт, с ней, с этой картинкой, с ремонтом возникают другие картинки жизни, и я вам об этом рассказываю. Вот. Я привезла эти обои домой, мне не терпелось, у меня был выходной, я тут же, тут же все это дело замесила, там нужно какое-то время было, чтобы это все набухло, но не сразу, то есть развести с водой и наносить на стену, а нужно, естественно, все, чтобы подождать, чтобы это, кажется, набухло. Обои у меня набухали, я пошла в туалет, там была оклеена клеенкой, эту клеенку сорвала и стала наносить эти обои, ну, в общем, на стене в туалете. ничего не получалось, нужно было, кроме того, что снять клеенку, нужно было еще это все дело вымыть от клея, загрунтовать и только потом, ну, как бы наносить обои, но мне же хотелось быстрее. В общем, это все в большой кастрюле и сейчас кастрюля это здесь, голубая, вы ее видели, осталось у меня до утра. я опять побежала в магазин загрунтовкой, чтобы это все загрунтовать, потом у меня работа, в общем, это дело растянулось, но не важно, это такие подробности, хотя может кому-то пригодятся. Загрунтованная стена высохла, я опять приступила к этим обоям, ничего им не было, я их накрыла, они просто больше разбухли в этой большой кастрюле, на 15 литров, наверное, а может на 20, я не помню. Вот, и я приступила наносить эти обои в туалете на стену. Как же я была рада, когда у меня это получилось, понимаете? Я просто прыгала от счастья, я поняла, что теперь мне не нужно нанимать людей, платить им деньги, которых у меня не было. Я прыгала от счастья, я кружилась, я бегала по квартире, ой, даже слезы наворачиваются, я поняла, что я смогу сама сделать ремонт в квартире, понимаете? А был линолеум, были старые двери, которые все, ну, так скажем, были побитые, обшарпанные, вот. Короче, когда я, у меня получилось нанести вот эти жидкие обои на стену, я задумалась уже о ремонте во всей квартире. И вот тогда я влезла в кредит в 60 тысяч, чтобы купить двери, поставить двери, потому что одно же цеплялось за другое, да, красивые стены, и вот все остальное некрасивое, это же, ну, совсем не надо такое. я влезла в кредит, я его выплатила за год, помню, по 5 тысяч я платила каждый месяц, вот, с Анечкой вдвоем мы выплачивали. Ой, как же было тяжело этот год, но ничего. И вот так вот потихонечку мы двигались к своей мечте, к красивой квартире своими руками. так что у вас обязательно, Юля, все получится. Не боги горшки обжигают, поверьте мне. Вот. И научитесь вы штукатурить, хочу сразу сказать, что штукатурить гипсокартон очень просто и легко, у вас обязательно все получится. Не обязательно смотреть, вот как они набрасывают на стены. Я наносила левой рукой, прям брала раствор, клала его на кельму и размазывала по стене. И все, все получается. Вы видели в моих роликах даже есть, вот где я шлифую, как я наношу. Все это у вас получится. И кирпичики тоже страх у меня был. Я же их никогда не делала, эти кирпичики. Вот. И многие мне, когда я рассказала об этом на канале, многие мне говорили, у вас ничего не получится, эта затея. Все у меня получилось. У вас уже получились кирпичики. И стены у вас тоже будут ровные и красивые. Так что не бойтесь ничего. Поставлена цель, нужно к ней идти. Лучше жалеть о том, что сделал, чем жалеть о том, чего не сделал. Понимаете, что мог сделать. Поэтому только вперед. Я вам желаю вдохновения. Я желаю вам не сходить с этой дорожки к вашей мечте. Но стены нужно обязательно выровнять. И потом будут стены, если что-то проблема с полом, дальше будут полы. И так потихонечку ваш домик или ваша квартира превратится в сказку. Все, мои хорошие. Я надеюсь, вас не утомило своими воспоминаниями. Я надеюсь, я вас замотивировала. Это, наверное, касается не только Юле. Я знаю, что многие женщины чего-то боятся начать делать. Но есть такое выражение «У Бога нет других рук, кроме ваших». Если такая мысль возникла с Божьей помощью, все у вас получится. Ну, а я вас всех обнимаю, всех люблю. Желаю вам прекрасного настроения, прекрасных идей и их воплощения. И до скорых встреч! С вами была Елена Ситникова. Пока-пока! Пока-пока!